Дорожники В Ленинском районе Красноярска полным ходом идет ремонт дворовых территорий. До конца августа планируют привести в порядок 55 дворов и 27 проездов к ним. На эти цели потратят 68 миллионов рублей. Причем, как именно тратить эти деньги и какие дворы ремонтировать, решали сами красноярцы. Жители собрались, жители высказывали свои пожелания, где хотели бы разбить парковочные карманы, где хотели бы расширить. Вот конкретно в этих дворах, это сталинской постройки дома, проезды были очень узкие. И поэтому мы везде здесь расширили на полтора метра, метра-полтора мы расширили проезды и сделали много парковочных карманов. Организация дополнительных парковок, замена бордюрного камня, строительство тротуаров. Администрация старается соблюдать комплексный подход к благоустройству дворов. То есть не только менять асфальт, но и делать двор комфортным для проживания. Единственное, о чем придется позаботиться самим жителям, это установка скамеек и детских городков. Как правило, их ставят за счет средств, накопленных на счетах дома. Однако и здесь есть исключения. Прикольно спортом позаниматься, на кольцах повисеть, по лестнице полазить, для ребятишек маленьких на горках покататься. Мне нравится. Очень. То, что было, и то, что есть, это очень разное. У детей, проживающих по адресу Говорова, 52 и соседних домов, сегодня настоящий праздник. Вместо одной старенькой железной горки, теперь у них есть целый гимнастический уголок. Причем сами жители дома не потратили ни копейки. Городок установил Центр спортивных клубов. У нас разные варианты. Либо хоккейные коробки, либо баскетбольные площадки, обнесенные трехметровой сеткой, с павильончиками, с раздевальными комнатами. Рядом гимнастические городочки, теннисные столы. Вот такого рода мы объекты ставим во дворах. Благодаря городской программе в этом году Центр спортивных клубов оборудует еще 65 красноярских дворов. И уже собирает пожелания от жителей на следующий год. Чтобы попасть в заветный список, надо обратиться в районную администрацию. Елена Шабанова, Дмитрий Демченко. Новости.